Приезжает машина, такая корка льда. Заслонки, они их притаскивают. Заслонки не шевелятся. Винтом качество смеси. Ищу горочку. Смотрите, ребят, на привод. Видите? Падает, падает. Обороты. Почему? Потому что обогащенная сильно. Ему плохо. Друзья, всем привет. Вы на канале Владимир Шнарев, дневник автодиагноста. Вот приехала у нас киселька, симпатичная семерочка. Ну, сейчас хозяин нам расскажет, что у него заболела. И мы поможем, постараемся ему помочь. Расскажите, пожалуйста, что случилось с машиной. Причина одна. Останавливаюсь на перекрестке. Газ бросил на нейтралку, поставил. Обороты падают. И она глохнет. Глохнет. Это и все, вся причина. И больше вам ничего не надо? То есть, динамика, все хорошо? Да, да, да. Господи боже мой, это какое счастье. То есть, вам нужно найти холостой ход? Да. Все? На подсосе еду, маленько держу, обороты, 800 где-то на подсосе. Так, секундочку. Холодная или горячая? Да. Горячая, горячая. Опять да. Опять да. На горячую, да? То есть, на горячую едем? Да. 800 держу подсосом. Подсосом. На горячую подсосом? А зачем? Ну, а так она мне заглохнет. Газ бросаешь, наглохнет. Понятно. И вот теперь, вот теперь я понял. То есть, запуск у вас хороший, запускается хорошо. Да, да, да. Запускается хорошо. Едет хорошо, да? Да, да, да. Вот только. Ну, так это мы сейчас с вами найдем. Сейчас, друзья, займемся холостым ходом. То есть, самое простое, конечно. Вопрос такой. Да, пожалуйста. А вот эти карбюраторы, у них нету клапана холостого ходу, да? Есть как раз у них, есть как раз вот в этих карбюраторах, как раз клапан, пневмоклапан. Есть на тройках, помните, был электроклапан? Да, 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 да. А здесь пневмоклапан. Ну, я сейчас пока ничего не вижу. Сейчас скроем, я вам все расскажу. Хорошо, подробно? Еще вот один. Давайте, друзья, скроем, во-первых, чтобы нам с кислотой не играть. Делаем вот так. Дальше. Это вы сколько? Нет, нет. Все, ребят. Так, убираем. Так, здесь все хорошо, терпимо. Фильтр, к сожалению, ребята. Фильтр, фильтр сам чистый, а тряпочку уже, тем более, впереди зима, снег, чистый, пыли не будет. Это мы с вами гадость убираем. Вы поняли? Понятно. То есть это все уже. Это как зимой в чистом воздухе бегать с грязной тряпкой на лице. Понял, понял. Она затрудняет дыхание. Поэтому, ребят, фильтр, ребят, я покажу вам, представляете, ну, чистый. То есть менять его не надо, он в идеале. Так, это мы кладем на багажничек. Тут у него товарища багажничек. Вот. И сейчас. Так, что вы хотели еще рассказать? Что-то про клапан. Ох, винтики уже пошли. Вот это да. Ничего себе, три винта. Три винтика. Три винта. Ну ладно. Винты, это уже плохо. Это уже не наш путь. Жалко. Сколько, вы говорите, у меня не были? На верху еще были? На втором этаже? Это сколько? Да, первый раз вы мне зажигание поставили. Потом через год я приезжал. Вы меня проверили. Через год. Ну, уже года три, наверное, четыре. То есть года три вы не были? Ну, я смотрю, винты, это уже не моя работа. То есть это уже кто-то вам... Года три-четыре. Парел. Года три-четыре. Ясне как. Вы видите, как, ребят? Бегают мои машинки, это сделаю, и люди... Вот. И люди, не старайтесь, да? Стену зажигаем. Так, подсосить, пожалуйста, убираем. Будьте добры. Видите, подсос закрытый. Товарищ пошел убирать. Опа. Все, спасибо, подсос идеально. Включаем вентиляцию. Заводим, пожалуйста. Друзья, все работает. Слушаем. Друзья, все работает. Представляете, три года. Просто проблема в том, просто регулировка сбилась. Сейчас я проверю, конечно, всякий случай, жиклер, коли уже сюда добрался, ребят. Все, экономайзер работает, и ПХХ работает. Все замечательно. Сейчас, ребята, вот этот жиклер холостого хода, через который идет топливо, мы сейчас с вами, видите как, его проверим. То есть, ну, я вижу по работе, что он более-менее чистенький. Но, нет, сначала смотрим, ребят, не спешите продувать. Сначала, когда сняли, подозреваемый жиклер там, да, сначала посмотрите, друзья мои. Вот видите, нет, он чистый. Вот теперь можно на всякий случай. Но я говорю, не в нем дело. Я слышал, что дело не в нем. Продуваем его досконально. Так, ну, давайте здесь сейчас плюнем. Плюнем кверху. Вот так вот, нормально. И здесь. Все, собираем его. Он просмотрен насквозь. Заворачиваем его. В принципе, ничего должно не измениться. То есть, все нормально. Просто регулировка холостого хода. Представляете, просто винты сбились. Разрегулировалась работа системы холостого хода. И мы сейчас, вот смотрите, раз, все нормально. Все было затянуто. Мне говорят, может откручивается? Нет, ребят. Три года я ничего не откручиваю. Чуть-чуть винтом качества смеси добавляем. Прямо я уже чувствую, что уже надо чуть-чуть добавить. Хотя, можно было и прибавить обороты. То есть, чтобы... Вот, я выворачиваю винт. Буквально сделал два оборота. И здесь сделал два оборота. И уже заводим машину, пожалуйста. Стартер. Вот, ребят. Вот и все, друзья. Лихо. Я тут компрессор накачал. Думаю, сейчас тут это самое. Вам тут баталии продувать. А тут все нормально. Представляете, как здорово. Ну и хорошо. Заводим машину. Стартер, пожалуйста. Это обороты, ребят. Что делаем? Так, регулируй. Вставляя отвертку, шлиф винта качества. Во-первых, обороты. Обороты. Нормальный, как на стол, хода оборотов. То есть, если бы было много, я бы убавил. Мало, я бы прибавил. Дальше. Я винтом качества смеси ищу горочку. Смотрите, ребят, на привод. Видите? Падает, падает обороты. Почему? Потому что смесь обогащенная сильно. Ему плохо. Я заворачиваю винт, ребят. Смотрите, мои дорогие. Видите? Объединяется смесь до нормы. А здесь уже объединение происходит. Опять плохо. Бедная смесь. Выворачиваем назад, ребят. Ищем горочку. Вот видите? Вот на горочке. И чуть-чуть я заворачиваю. Буквально, ну, чтобы только чуть-чуть изменилось обороты. Еще чуть-чуть. Ну, и можно добавить маленько обороты. Давайте еще раз. Вот, смотрите. Заворачиваю винт. Видите, объединение. Плохо. Ищем. Выходим на пик. Смотрите, вышел на пик. Выворачиваю, выворачиваю. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, выворачиваю. Видите? Опять плохо. Богатая очень смесь. Вот теперь находим, теперь находим горочку. Находим. Максимальные обороты находим. Максимальные. И стиха убавляем. Смотрите, чуть-чуть. Представляете? Вот оборот. Вот теперь все в идеале. Система настолько все рабочая. Экономазит все. Экономазит. Увидитого жестового хода работает. Сейчас вам покажу. Шипение. Слушайте, ребята. Шипит, да? Нажимаю. Шипит. 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 А когда бросаю газ, не шипит. О чем это говорит? Передом, что экономазит выключал холостой стул. Смотрите. Видите? Когда нет шипения, мотор глохнет. Это не что иное, как когда я выключил клапан, он убрал вакуум из клапана. Вот у вас есть электроклапан, он сюда ставится, электроклапан. А у вас пневмоклапан. Да. Там на шестерках проводочек сюда идет. У вас все замечательно. Ребята, все работает. Микрик, смотрите. Слышите? Микрик-то щелкает. Почему? Если бы он не щелкал, у меня система бы не работала. То есть все идеально у вас. Все хорошо, замечательно. Ну вот. Рад за вас. Вот видите, товарищи уже переставлены на зиму. Видите, кверху лечежочек. Вот горизонтально у меня холодный воздух поступает. Это летом поступает. На зиму мы переключаем кверху, чтобы у нас перекрыли. Холодный воздух мы перекрываем. И берем. Откуда берем? Берем горячий воздух с выхлопного коллектора. И дальше патрубком, таким широким патрубком соединяем между горячим воздухом и входом в фильтр. И тогда уже здесь перекрыто. И горячий воздух поступает в карбюратор. Это очень важно. Особенно зимой. Почему? Потому что вот отсюда всегда идет горячий влажный воздух. Вы понимаете? Вы видели пар сзади машины? Видели? Видели пар сзади машины? То же самое выходит из сюда, прорываясь сквозь кольца. И получается зимой здесь горячий влажный, а отсюда идет холодный, если не поставить патрубок. И здесь у меня приезжает машина такая корка льда. Заслонки, они их притаскивают. Заслонки не шевелятся. А что-то случилось. Открываю, а здесь вот такая куча льда. А когда у меня отсюда тепленький и отсюда горяченький, у меня все нормально. Так что обязательно нужно поставить жаровню. Я вот сейчас начинается, снег выпадает. А, все? Я ее в гараж ставлю. Ну, тогда... И до весны. Ну, дорогой мой, я же не знаю, я говорю... За картошкой съездит у меня сын рядом живет, невестка машину имеет. Как вам хорошо? Свостит, а нам я только до весны. Зимой я не езжу, мне некуда ездить. Ну, видите, как вам в жизни повезло. Так, переобуваясь для того, чтобы вдруг вот надо куда-то в деревню срочно съездить. Понятненько. Ну, тогда... Переобутая стоит, ждет. А я знаю, у меня они в саду лежат, а в саду. А, ну, понятно. И этот патрубок лежит. И там снятый, наверное. Да, он снятый почему-то. Что-то делали. Он лежит там. Видимо, стартер делали, сняли. Я так его не стал. Ну, молодцом, если правильно, что я скажу. Зимой нужен, зачем, летом правильно? Здорово, что три года прошло. Приехали, ну, холостой ход. И, представляете, только лишь винтики. Вы понимаете, да? Всего лишь регулировка, друзья мои. Ну, что рад за вас. Такая машина. И сколько я... За год, год, я где-то 10-12 наезжу. Понятно. Все. Ну, коллегами. Друзья, не удивляйтесь, у нас очень маленький городишко. Мы закрытый город, Железногорск под Красноярском. У нас очень... У нас город сколько? Ну, наверное, километра, наверное, километра... Основной город километр 200, наверное, да? С микрорайона, наверное, километра 2,5, не больше. Правда, Витя? В общем, поэтому... Поэтому у нас все рядышком. Вышел с дома. Зачем нам садиться в машину? У нас буквально в 5 метрах магазины, все аптеки, все рядышком здесь. Поэтому не удивляйтесь. И машины почему так сохранены? Почему? Потому что у нас что? У нас всю жизнь не посыпали солью, ребят. Помните, знаете? Вот, последнее время стали какой-то гадостью нам мазать наши машины, наши обувь, наши дороги. Вот. А до этого едешь. Красота, снежный город, да? Красавец был. Ладно, всего вам доброго, здоровья, до свидания. Прямо-прямо, молодцом, прямо. Куда-куда-куда-куда, наоборот. Ну, давайте туда выезжайте, прямо, да. Туда выезжайте. Во, машина. Классно. Три года не было, и вот, пожалуйста. Ну, вот, друзья, видите, три года не было, человек приехал. Я думал, там ему надо, там, жиклеры опять все делать. Просто всего-навсего отрегулировать буквально два движения винтом, качество и количество его. То есть, всего лишь навсего отрегулировать обороты пришлось. Ну, я очень доволен, что... Кто-то говорит, там машина говно. Три года не заглядывает. И я в свою четверку тоже годами не лажу, поэтому. Ну, всего доброго вам. Сегодня такая витрина сумасшедшая, понимаете? Просто жуть. Вот, что делает, вот, что делает, вот, что делает. Вот, что делает, ребят. Витрина ураганная. Наверное, камера будет. Ну, вот, приятно. Три года и движение винтиком. С вами был ваш автодоктор Владимир Шинарев. Здоровья вам и вашей машинам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова